А вот у участников торговой блокады на Донбассе перерывов нет. В доказательство этого они собираются запустить онлайн-трансляции с блокпостов. Тем временем на неподконтрольных территориях продолжают закрываться предприятия, которые технологически связаны с украинской промышленностью и энергетикой. О последних новостях средутов узнаем у Руслана Смещука. Он с нами на связи. Руслан, здравствуй. Чем запомнится очередной день блокады на Донбассе? Расскажи. Наталья, приветствую. Сегодняшний день торговой блокады с оккупированной частью Донбасса прошел относительно спокойно. Не было стычек между сторонниками и противниками или блокадниками и правоохранителями. Тем не менее блокирующие продолжают говорить, что за их блокпостами или редутами, как они сами их называют, ведется постоянное наблюдение со стороны неизвестных. Поэтому в планах организация круглосуточных онлайн-трансляций. Помещаются автомобили, в которых сидят неведомые люди, которые при желании с нами поспілкуваться, они просто исчезают, тякают. Это спостерегачи, которые безусловно спостерегают за действием, что происходит на территории нашего редута. В принципе, мы готовы к любому развитию событий. Мы постоянно смотрим, что происходит в наших лавах. Также в планах у нас есть поставить видеокамеры для того, чтобы люди могли переглядать онлайн-трансляцию, что происходит на редуте и что происходит на колеях. Сегодня мы были на железнодорожном редуте в Бахмуте. Железнодорожное сообщение там заблокировано частично. Ну, то есть поезда, электрички, следующие на подконтрольной станции пропускают, остальные нет. При этом участники блокады даже проверяют документы у железнодорожников. У нас только ходят электропоезда и раз в пять дней по накладным, а также с представителями общественности Бахмута, мы ведем видеофиксацию, проходят на глиняный карьер, который находится за Курдюмовкой, это на украинской территории полностью. Мы находимся постоянно на чуку, как бы, да, не спим. Как сообщают наши источники, на оккупированной части Донбасса, скорее всего, из-за блокады остановилось еще несколько крупных предприятий, технологически связанных с производством на подконтрольных Украине территориях. Это шахта «Комсомолец Донбасса» и «Инакиевский медкомбинат». Вот такие новости к этому часу. Наталья? Спасибо, Руслан. Руслан Смещук отслеживает торговую блокаду на Донбассе.